Во имя Отца и Сына Святого Духа, аминь. Спрашивают, почему все народы молятся на родных языках, и вот только наш русский народ молится на непонятном церковно-славянском языке. Давайте честно. Богослужебные языки в большинстве, в совершенном большинстве стран, где православная церковь действует, а у нас 15-то в таком фальне церквей, они служат на каких языках? Вот на церковно-славянском, кроме русской православной церкви, служит еще болгарская церковь, сербская. Я помню сам в 2016 году, когда был на Афоне, служил в сербском монастыре, мы служили на церковно-славянском. Серб с тобой говорит, настоятель монастыря, я не понимаю, что он говорит, но он служит на церковно-славянском, и я, пришедший из литургии служить, служил на церковно-славянском. И мы оба понимаем эти тексты. Сербы, болгары служат в Северной Македонии, служит польская церковь. Грузинская церковь служит на старогрузинском языке, который почти полторы тысячи лет назад составлен. Этот язык очень отличается от современного грузинского языка. Он специально богослужил. А грекоязычные церкви, Константинопольская, Александрийская, Элладская, Кипрская, Иерусалимская, Антиохийская, это все грекоязычные, они все служат, включая вот на Афоне 17 монастырей, на древнегреческом языке. Не на современном, новогреческом, а на древнегреческом, который гораздо более отличается от современного греческого, чем церковно-славянский от русского. И никто не отказывается, не говорит, что, а зачем это, давайте сделаем на современном языке. Потому что понимает, что сразу потеряют и святых отцов, подлинные их тексты, и весь Новый Завет, и Септуагин, то ветхий завет на греческом языке, на древнегреческом, потеряют сразу. Потому что перевести очень многие слова и выражения на современные языки, требуется, чтобы это было правильно, очень много текста. Слова более емкие. Вот кто занимался древней филологией, знает об этом, что слова древние, они с древнего на древний переводятся довольно хорошо. А вот на современный язык, если перевести, уже что-то обязательно потеряно. Я вот планирую завершить вечерние молитвы, мы разбираем. И вот там, в частности, молитва «Взбранные воеводи» победительная. Многие знают ее, эту молитву, но ее перевод, вот правильный, как она есть, чтобы не исказить, он займет гораздо больше текста на странице, чем сама эта молитва. И даже поздние переводы, вот, например, взять Японию. Японская церковь, ну, возникла совсем недавно, в 19 веке. Однако, богослужение в японской церкви, в японской православной церкви, не совершается на японском языке. Почему не совершается? А потому что Николай Японский, святитель, который, вот, основатель церкви православной в Японии, он говорит, вот, в своем дневнике, говорит, японский язык, очевидно, придумал дьявол. На него невозможно перевести многие слова евангельские. Нет подобных слов. И вот он приспосабливал китайские слова, вносил дополнительные. Некоторые прямо греческие без перевода оставил, потому что нет аналогов. И вот тот богослужебный язык, который в Японии, это не разговорный язык. Кроме того, скажу еще очень важную вещь. Дело еще вот в чем. Богослужебный язык, в частности, церковнославянский, не имеет никаких двусмысленных выражений, и двусмысленных слов, которые можно понять так, а можно по-другому. Написание каждого слова, оно может считаться только однозначно. По-другому не выйдет. Никаких двусмысленных вещей нет. Никаких поводов для отвлечения нет. Перевод на современный язык означает потерю этого. Потерю. И вот когда вам скажут в очередной раз, вот все служат на своих языках, вот только русские служат на непонятном. Можете ответить? Нет. Восточные славяне в основном служат на церковнославянском языке, греки на древнегреческом языке, грузины на древнегрузинском, и даже японцы на специальном богослужебном японском языке. Аминь. Аминь.